здравствуйте дорогие мои друзья приветствую вас на своем канале я наталья тупа проживающая в чехии этот свой рассказ я хочу посвятить тем кто собирается приехать в чехию жить или работать никого не хочу пугать а просто хочу рассказать как это было у меня я в чешскую республику приехала в 2001 году в феврале месяце я получила приглашение на фабрику и гс-мода в город пор дубице там шили пальто на момент моего приезда как раз фабрика была закрыта но они нас конечно поместили у них было как бы такое общежитие такой дом даже бы сказала такой хорошенький домик вот и нас там натолкали в каждую комнату по несколько человек так что в моем распоряжении была только одна койка ну и одна душевая была на всех в этой же комнате спала еще одна девочка и еще одна семейная пара и я ну и в других комнатах там тоже где-то по два человека где-то по три человека но сказали надо работу ждать на фабрике пока работы нет представляете мое отчаяние я в россии продала все что могла чтобы заплатить этой фирме оставила одного сына которому вот-вот исполнилось только 18 лет безработного еще учащегося вот и конечно у меня была паника но я познакомилась там с другими женщинами и вот одна болгарка по имени дима взяла меня с собой на работу в соседнюю деревню там соседней деревне была фабрика но фабрика такая как строго закрытого режима короче говоря там проходная как у чехов называют вратница и за эту вратницу чтобы зайти надо было звонить звоночек и мы там значит за этими воротами работали и жили у этой же фабрики было было свое общежитие достаточно комфортно я бы даже сказал намного комфортнее чем на фабрике и гс мода и даже была столовая для рабочих вот куда мы ходили кушать только свои надо было вилки ложки с собой иметь я наверное уже какой-то момент рассказывала из этого ну мы там отработали только две недели и хозяйка этой фабрики начала нас уговаривать чтобы мы там остались но я не захотела остаться потому что меня не устраивал закрытый режим и деревня но деревня то еще ладно но вот закрытый режим что вот за закрытыми воротами короче говоря мы снова вернулись на свою фабрику ну потому что временно отошли пока работы нет ну и там пошла какая-то работа в общем там шили женские пальто но бывали такие заказы что надо было блузы какие-то еще что-то какое-то шить и вот я не знаю языка вот начала работать в чехии как со мной разговаривали чешские мастера она мне например скажет встань сядет на мое место покажет мне операцию как шить и я шила я не могла понять как ко мне говорили подь сэм подь сэм ну и в принципе по смыслу и загадала сиди ко мне вот это мое первое познание чешского языка было на фабрике на этой нужно было выполнять нормы нормы были конечно невыполнимые но там которые были чешки которые годами там работали они имели какие-то выгодные операции они более-менее как-нибудь с этим с владали вот и у них в общем то более менее выходила зарплата приличная по тем годам даже у некоторых до 9000 крон кто уж и прямо строчил там как из пулемета к информации на те года значит евро еще вообще было в тумане голубом а доллар тогда стоил 42 кроны 1 доллар 2001 году ну вот мы какое-то время поработали потом значит там была такая работа что нужно было шить для блузы такие воланы круглые вот сюда на рукава вы знаете мы же русские мы привыкли одеваться как матрешки поэтому мне эти воланы очень хорошо удавалось шить очень быстро и я на этих воланах очень хорошо как я заработала зарплату даже до 4000 крон но случилось такое что после этих воланов снова шили другие операции шили значит операция была моя такая на подкладку легкую надо было пришить карман в рамку и вот я шью а два 10 человек один за другим подходят и начинают мой карман проверять как он там в уголках не морщит ли это такой степени его распроверяли что его весь разлохматили и короче говоря всю эту партию карманов свалили на меня и еще на одну чешку потому что мы шили вдвоем эти карманы вот но вы сами понимаете подкладочный материал он очень такой хрупкий там еще если каждый будет своими лапами в этих уголочках трепать конечно раз треплю короче говоря девчонки нашли другую работу на хаммере хаммер немецкая фирма вот с меня конечно за эти карманы всю мою зарплату содрали все мои четыре тысячи и перейдя на работу на хаммер там почему-то работа для иностранцев была только во вторую смену где-то по моему от часу или от двух дня до 11 часов вечера но правда нас поселили в отель лабы в парк дубицах есть такой отель лабы ну потому что фабрика за нас там доплачивала какие-то деньги но на двоих там было в общем более менее так жилье но из того что у меня собрали всю зарплату а у меня же ребенок дома сидит да и я как с каждой зарплаты ему посылала 50 долларов на что мне хватало вот 50 долларов это значит было чуть больше двух тысяч крон представляете вот если зарплату получил 3000 до а в основном я там 3000 получала 4000 это была моя самая большая зарплата которую с меня собрали вот и на эти 3000 крон я покупала в общем я заранее уезжая в чехию я завела банковский счет для сына и тогда еще вестерн юнион так не 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 работал как как вот сейчас он даже вообще его не слышно и не видно было этот вестерн юнион также я с банка на банк посылала эти деньги на валютный счет своему сыну каждый месяц могла послать 50 долларов вот значит это было 2000 крон потом значит 200 крон с меня брали за пересылку потом я на 200 крон шла ему звонила из такого переговорного пункта потому что мобильных телефонов тогда в помине но были у кого-то у каких-то мафио мафиозных структур вот переговорного пункта ему звонила что вот через столько-то дней через 10 дней наверное придут тебе деньги но там бедняжка ждал моих денег вот и на них там проживал на мои 50 долларов а у меня что оставалось тогда еще рубль кстати был равен кару кроне и он там получал по моему 1500 рублей вот ему там хватало на пару дней вот и он с этим обходился а я на остатки этих денег я фактически я не имела в общем-то для меня вот эта знакомая болгарка находила какие-то бригады то есть бригады или фушки они называли где мог под подзаработать например можно было в поле капусту сажать или такие были большие теплицы в этих теплицах можно было капусту сажать а вот когда я перешла на этот хаммер там где шили только юбки я значит я вышла без зарплаты мне одна украинка дала взаймы 2000 чтобы я могла сына послать чтобы он меня там не оголодал а сама я работая на это на этой фабрике я ходила на бригаду мне нашла опять это болгарка дима собирать ягоды в поле и вот там я собирая ягоды в поле я познакомилась с бабушками с чешскими которые мне потом принесли в подарок кастрюли тарелочки ложечки вот такие они были добрые ко мне ну это про это продолжалось месяц я значит выжила до первой зарплаты потому что я до обеда могла поесть ягоды в поле а после обеда когда я приезжала перед работой я маленький пакетик заваривала риса и туда давала такой маленький кусочек маргарина но зато какая была стройная посмотрите на мою фотографию вот такая я была стройняшка в пордубицах весила я 50 килограмм вот не как сейчас 20 килограмм больше вот потом значит мы так работали работали и а мне постоянно от сына приходили письма мама приходит из домоуправления просят значит требует от нас выкупить эту половину квартиры после развода потому что мой бывший свою половину квартиры отдал государству то есть отдал армии государства и теперь мне эту половину надо было выкупить и вот как не письмо так вот ходят с дома управления а причем я перед отъездом в чехию был такой закон что этот кусок квартиры я могла брать в аренду но пока я была в чехии знаете этот закон переменили у нас ведь закон как дышло как повернул так и вышло вот из меня начали требовать чтоб я этот кусок квартиры выкупила квартира была трехкомнатная в шуе значит я должна была выкупить одну комнату половина коридора половина кухня один балкон половину ванны и половину туалета вот и я вот все думала думала что же мне делать что же мне делать эти письма мне разрывали душу и сердце мало того что мне его было там жалко что я его одного оставила что не знаю как он там живет мой бедняга несчастный с двумя кошками кошки потом убежали при перепрыгали с балкона от голода с третьего этажа с балкона правда я когда уезжала я подселила квартиранта одного молодого лейтенанта чтобы саша у меня не оставался один вот они вдвоем с этим лейтенантом мыкались мыкались то одного деньги есть того другого деньги есть и потом в конце концов значит я вот в первый отпуск приехала когда в шую посмотрела как сынок мой вырос посмотрела что все вокруг и думаю нет надо назад вращаться не от бедности же умирать правильно и вот я вернулась назад и у нас одна из девчонок была очень такая разбитная оксана с дальнего востока она начала ходить на какие-то курсы учиться компьютеру на компьютере понимаете все девчонки которые вокруг меня работали у них все таки то что они зарабатывали они имели при себе я была без денег на что я все что заработала и должна была послать своему сыну который остался в россии вот но хочу вам также отдельно добавить вот кто думает о том что здесь сразу же начинается жизнь веселая знаете как тяжело жить в общежитии когда вокруг тебя только чужие люди когда ты придешь с работы на твоей кровати кто-то сидит так что вот такие вот есть тонкие нюансы так вот вот это оксана с дальнего востока она потом ходила в интернет-кафе и в этих интернет-кафе она значит там шуровала в этих значит поэтому в этих компьютерах уже такая была разбитная молодая и она нашла что есть такие фирмы которые в праге которые эти держат украинские как называйтесь подникатели в общем бизнесмены которые набирают кучу людей которых фактуру фактуры им делают то что никакая фабрика с иностранцами возиться не хочет потому что для иностранца нужно рабочую визу а для того чтобы получить или продолжить рабочую визу нужно чтобы значит уряд праце в течение месяца на твое место проверял нет ли претендентов из чешского народа чтобы хотели работать над на этом же месте только потом когда выяснять что на этой работе никто не хочет работать значит тебе разрешают значит получаешь по волонку до праце значит разрешение на работу и при том еще должно быть разрешение на жительство то есть ты должен быть где-то прописаны в каком-то общежитии там или хоть у кого-нибудь вот значит мы на она нашла такого подникателя степа кубара часто очень было с благодарностью большой его вспоминаю он меня уважал нас не обижал он приехал к нам в пор добиться посмотрел на нас мы поговорили он меня взял с собой в прагу чтоб я посмотрела какая у него есть работа вот и он мне сказал наташа я молоденьких девчонок беру работать в отель хилтон но извини только молодых игру а я не претендую вот тогда в 43 года я для украинского подникателя тогда уже была не молодая вот но значит я говорю давай он меня повез на овощную базу за городом прага я там посмотрела вот но мне там не очень понравилось я говорю хочу работать в праге и он мне сказал тогда на багетарню крокодил в пекарню вода в общем он меня устроил в пекарню я работала в пекарне делали багеты пекли вот эти вот значит багетки цвальки роглики вот и со временем меня перевели где была дильня где делали эти багеты короче говоря нам была дана одна багета в день сначала две багета давали на обед потом одну багету поэтому работая там я могла себе не тратить на еду значит он нам дал общежитие на новой бутовицкой мы там жили три человека в одной комнате в моем распоряжении была одна койка один маленький шифонерчик на троих один столичек и в коридоре был один туалет и один душ и в коридоре же стояла газовая плита для приготовления еды вот потом мы там значит так жили какие там тараканы бегали по морде не не в сказке сказать не пером описать вот но правда он за нас платил мы сами не платили за себя он там даже проездные давал в общем короче говоря работая на этой багетарни крокодил и питаясь этими багетами я откладывала деньги в банк так что я куда я могу я под матрас же их не могу положить правильно а банковский учет он нам тогда не делал мои моя зарплата не шла на банк так что я организовала сама себе свой учет в банке и я в этот банк ложила деньги на счет ну к тому времени дочка мне очень помогла на сашу к себе взяла сына к себе в москву устроила его там на работу опекала его там вместе с ним жила короче говоря взяла на себя материнские обязанности мои и я смогла значит накопить на эту квартиру и квартиру выкупить вот и эта квартира отошла сыну моему вот но потом значит мы так в праге работали два года работать надо было по 16 часов это очень тяжело я потом когда выкупила квартиру многие у нас работающие там и в обмороке падали и скорую помощь для них вызывали но вот из того что мы не платили медицинскую страховку некоторые имели из этого проблемы потому что за ними приезжала скорая помощь а за эту скорую помощь надо было заплатить 7000 крон вот и так мы значит с подругой ларисой да мы потом пересекли еще взяли в поднаем одну комнату у своей сослуживицы на двоих за 5000 но они оказались алкашами и с ними было жить тяжеловато ну короче говоря мы со временем вот нашли работу я уже умела читать на чешском это было уже наступил 2003 год я уже умела читать на чешском и понимала а мы вдвоем с ларисой значит искали работу для того чтобы у нас не кто-то фактуровал а чтобы мы могли по рабочей визе снова и через уряд працы и чтобы у нас было разрешение на работу потому что приближалась европская уния и мы боялись чтобы нас не депортировали и и так мы нашли лариса смотрела на карту я читала объявление вот лариса нашла значит в городе аж работу швейной мастерской и мы туда позвонили и спросили можно ли приехать в субботу посмотреть какие у вас условия работы и и как у вас что выглядит и и если посмотрите на нас если вы нас согласны взять на работу итак мы ехали через дёчин на поезде по северу чехии смотрели северную красоту чешскую приехали в хеп а в хебе нас ждал сын этой хозяйки мастерской привез нас мы дали по рукам договорились что мы будем здесь работать итак мы остались у пани дусиковой в городе аж швейной мастерской в которой шили платьишки для немецких куколок вот но это я вам рассказала все как говорится вкратце историю что не так все все гладко было и сладко вот и наверное следующий мой рассказ будет о том как меня приняла чешская семья по просьбе моей подруги ирина токаревой так до свидания дорогие мои до следующих встреч а и Субтитры создавал DimaTorzok